Мужчина, который ко мне приходит, я его не оцениваю. Совсем мне не важно, как он выглядит. Я хочу подарить ему это внимание, которое, возможно, он не получает в обычной жизни, потому что кто-то посчитает его страшненький. Блин, мне так было классно вообще, Полин. Спасибо тебе огромное за то, что ты провела со мной время. И это не обязательно только про секс. Всем привет. Меня зовут Полин Вок. Я уже два года работаю в секс-индустрии. Я эскортница, я встречаюсь с мужчинами за деньги. Сегодня я буду отвечать на вопросы, которые вы мне задавали в соцсетях. Вы смотрите «Спроси и сохрани». В чем разница между эскортницей и проституткой? Сейчас в современном мире ни в чем, потому что эскортница и проститутка занимаются одним и тем же. Продается секс за деньги. Сейчас мы не говорим слово «проститутка», и никакая проститутка не захочет назвать себя проституткой, потому что она считает, что она такая клевая эскортница. А по факту проституция просто незаконная, и ее красиво заменили классным словом «эскорт», чтобы слух не резала. Как выглядит типичный день девушки, работающей в этой сфере? Проснулась, полистала соцсеть. Так как я медийная эскортница, то, конечно же, я занимаюсь активной деятельностью в Телеграме. Я, конечно же, иду в салон красоты, по магазинам, занимаюсь уборкой, хотя для клининга у меня есть специально обученный человек. Заказ от мужчины может поступить в любое время дня и ночи. Моя анкета размещена на сайте, и я получаю заказ сразу же себе в мессенджер. Получаю заказ от мужчины, он сразу пишет, я хочу встретиться с тобой на 2 часа. Давай договоримся. Мы договариваемся, он мне переводит предоплату, вызывает такси, и я выезжаю. Встречи занимают по-разному. Кто-то может и на 2 часа прийти где-то, может быть, и я вообще зависну на сутки. Чаще всего он в ненормированный день. 100% клиентов мужского пола или встречаются среди клиентов женщины. Если женщины встречаются среди клиентов, то какие они? Клиенты есть и мужчины, и женщины. Но, конечно, бидевушек очень мало. Есть семейные пары, с которыми мне нравится встречаться. Они иногда, конечно, сумасшедшие, иногда интересные. Потому что у меня была история, где семейная пара пришла, и мужчина решил сделать ей сюрприз. Я просто в шоке была. Он приводит ее в отель, она открывает дверь, а я уже пришла. А она такая, а это кто? Я такая, привет, я Полина. И она просто была в таком шоке, говорит, ты что, опять? И уходит в туалет. Мужчина такой сидит, со мной просто разговаривает, привет. Я такая, а ты не хочешь пойти, там вообще твоя жена в туалете? Да нет, сейчас вернется, все нормально будет. Она вернулась, мы, конечно, выпили. И мы три часа занимались семейной психотерапией. Они мне рассказывали, кто в чем виноват, как она его обвиняет, как он ее обвиняет. А я пыталась найти решение их проблемы. Что субъективно, по-человечески объединяет всех ваших клиентов, помимо владения денежными средствами? О, наверное, если рассказать, то это, наверное, какая-нибудь строительная фирма собственная, либо он работает на строительную фирму. Очень много айтишники. Сексуальное предпочтение, если подытожить, то это обычный классический секс, там, с меня, там, фуни, без извращений. Но есть стеснительные, есть и понаглее, есть, кто любит пообщаться, кто-то более спокойный, не разговаривает. А вот есть еще же депутаты, вот, но они ко мне не приходят, потому что по секрету, если сказать, то они все немного нижние, а я таких не люблю. Самая шокирующая просьба от клиента. Давай ты мне запишешь видео с трансгендерной девушкой, ну, типа, секс. Случаются ли служебные романы и как это влияет на работу? У меня не было никогда служебного романа, и я никогда не выберу себе мужчину из числа клиентов. Потому что я считаю, если мужчина шлюхоход, он так и останется шлюхоходом, а мне такой мужчина не нужен. Какие красные флаги видите в клиентах, говорящие о том, что встречу надо прервать? Если на этапе переписки, то это обращение ко мне неуважительно. Как только он начинает говорить, эй, ты че, ты че не можешь ко мне приехать? То я сразу понимаю, что нет, с этим человеком мы не сойдемся, и нам не нужно встречаться. Если мужчина, я чувствую по голосу, что на наркотическом опьянении, либо он мне говорит, либо в алкогольном, и говорит мне, приезжай там за 200 километров от МКАД, то, конечно же, я не поеду, потому что, очевидно, эта история попахивает чем-то мутным. Если он в переписке говорит о том, что, а ты можешь без гондона потрахаться, конечно же, я ему сразу скажу нет. И это уже означает то, что если я приду на встречу, то мужчина, возможно, уже тогда будет агрессивно ко мне настроен и просить снова тракться без гондона. Кем вы видите себя через 4-5 лет? У меня много идей, чтобы сделать интим-сферу в жизни и людей обычных, и в работе более классной. Чтобы мужчина и женщина разговаривали с друг с другом. Я за то, чтобы семейные пары трахались так, как им нравится, чтобы они свободно разговаривали, чтобы у них был потрясающий секс, чтобы мужчине не хотелось идти никакой шлюхи, чтобы девушка была свободно раскрепещена, чтобы у них были идеальные, клевые сексуальные отношения. И, конечно же, мне очень хочется сделать супер-классный отель, в который будет child-free, где могут приехать пары семейные и провести классное время, не думать о том, что у них там где-то дети в бассейне плавают или еще что-то. Чтобы было приятно, классно там провести время уединения детей и семейных проблем. Скрываете ли вы от семьи и друзей ваше место работы? Моя семья и знакомые, друзья знают, чем я занимаюсь. Узнали они об этом, когда вышло мое первое интервью. Я решила снять историю тоже про себя. Весь мой город – это Астрахань. Узнали, кем я работаю. Я, конечно, сначала переживала, что, возможно, когда я приеду в Астрахань, как только я выйду из трапа самолета, у меня сразу такая «Ах, ты шлюха!». Но этого не произошло. И люди достаточно лояльно ко мне вообще отнеслись, особенно мои друзья, подруги. Мои сестры сказали «Главное, что у тебя все хорошо». Я с ней на эту тему не разговаривала. Я пока не знаю, может быть, или стоит говорить, не знаю, с какими словами подойти к этому вопросу. Может быть, она что-то знает, может быть, нет. Но пока она меня не спрашивала, я с ней об этом не говорила. Когда я знакомлюсь с мужчиной, то я сразу рассказываю, кто я. Если есть сложности бросить этот вид деятельности, то какие? Если нет, то почему остаются? Сложностей бросить этот вид деятельности? Нет. Все остаются только потому, что здесь есть деньги. Есть вид женщин, которые остаются на этой работе, потому что они содержат семью. То есть у них там семеро по лавкам, у них муж безработный, у них там мама, например, болеет. Или вообще там целая семья, которая живет за их счет. У меня была клиентка с мужем, у них была семейная пара, вызвали меня. И она рассказывала, как долго она работала тоже в эскорте и содержала всю свою семью. Мужчина, с которым она была, он все-таки ее забрал оттуда. Так это красиво говорят, забрал. Она, конечно, хотела, скорее всего, уйти. Когда возникают проблемы со здоровьем, связанные с работой, вы выходите к обычным врачам или у вас какие-то особенные врачи? Я хожу в платную клинику, к гинекологу, конечно же, постоянно. Мой гинеколог знает, чем я занимаюсь, и мы с ним свободно разговариваем на тему моих сексуальных партнеров. И как защититься, как безопаситься и какие анализы знать. В общем, наверное, гинеколог самый мой. Самый мой лучший друг. Расскажите, как устроена эскорт-индустрия. Это очень огромная индустрия. Сколько ей, там, я не знаю, миллионы лет, наверное, практически, как динозавр. И получается, что она разнообразна. Есть девчонки из элитного сегмента, которые индивидуалки, которые работают дома, у них своя парта, они работают самостоятельно, у них нет менеджера. И они уже больше занимаются бизнесом. Есть менеджеры, которые имеют девушек... Нет, не в том плане. У них большое количество девушек на выбор, которые работают с ними за процент. Также есть точки, которые существуют до сих пор в Москве. Я, конечно, на них не была, но они есть, где работают девушки, которые стоят и продают свое время за не совсем небольшие деньги. Есть также салоны, которые мы все любим называть дроч-салоны, в которых можно прийти, вроде бы, сделать массаж, а там еще и подрочить, и, в общем, все, что угодно сделать. В секс-индустрии нет иерархии как таковой, если ты вдруг пришла работать на точку, то тебе нужно сначала поработать в салоне, потом тебе нужно поработать с менеджером, а потом ты сможешь стать элитной эскортницей. Такого нет. Ты можешь прийти поработать на трассе, потом такая, блин, вообще-то я элитная шлюха. И раз, и сразу берешь и работаешь элитной шлюхой. В секс-индустрии, если мы будем говорить про безопасность, то самый незащищенный, скорее всего, это те девушки, которые работают самостоятельно. У них может быть кнопка вызова, которая приезжает в ЧОП, но, к сожалению, он не сможет им ничем помочь, мужчина, который придет, охрана, потому что он не имеет права никакого входить в помещение и что-либо делать с мужчиной. То есть он может просто находиться рядом, но по факту, если он начнет ее как бы убивать, скорее всего, может быть, он ничем не поможет. Если девушка-проститутка подверглась какому-либо насилию на работе, то первое, что она может и должна сделать, это, конечно же, вызвать его в полицию. Если она этого не сделает, то, к сожалению, она может просто остаться не в живых. Девушка вызывает полицию, приезжают там МЧС или полицейские. Конечно, она попадет под статью 6.11, то есть это занятие проституцией. Это повлечет за собой определенные последствия в жизни. У нее будет штраф, там полторы-две тысячи рублей. На госуслугах будет числиться то, что она проститутка, и ее не смогут взять ни в какие государственные учреждения, она не сможет поступить ни в какое учебное учреждение. И женщине угрожает эта статья лишением родительских прав. Женщина, которая имеет детей, чаще всего не будет вызывать полицию, потому что она побоится за безопасность своих детей в плане того, что у нее их отнимут. Если бы вы могли пойти в любой институт мира, на любую профессию, что бы вы выбрали? Мне нравится психология. Недавно еще я проходила маленький курс по сексологии, и мне это очень безумно понравилось. Мне бы хотелось изучать эту профессию больше. А если мужчина вам физически противен, как это вынести? Мужчина, который ко мне приходит, это обычный мужчина, среднестатистический, у которого уровень дохода гораздо выше, чем у всех остальных, которые могут позволить себе классную дорогую шлюху. Поэтому, конечно же, выглядят они все опрятно, чисто и красиво. Мужчина, который ко мне приходит, я его не оцениваю по красоте, потому что он приходит ко мне, чтобы провести классное время. И совсем не важно, как он выглядит, главное это его момент того, что он пришел ко мне получить эту услугу. А я хочу подарить ему эту услугу, я хочу подарить ему это внимание, которое, возможно, он не получает в обычной жизни, потому что кто-то посчитает его страшненьким или кто-то посчитает его толстеньким. А я, не обращаясь на все это, могу это сделать, потому что я это умею. Я делаю это так, что он просто с таким кайфом от меня уходит и говорит, блин, мне так было классно вообще, Полин, спасибо тебе огромное за то, что ты провела со мной время. И это не обязательно только про секс. Сколько ты зарабатываешь вместе? Это потрясающий вопрос, который чаще всего девчонки, которые работают в эскорте, скрывают, потому что большинство людей даже не поверят в то, что они столько много зарабатывают. Я зарабатываю более трех миллионов рублей в месяц. Считаете ли вы, что секс-индустрию нужно легализовать? Я считаю, что секс-индустрию в нашей стране можно легализовать, сделать ее более безопасной. Я не знаю, как это будет выглядеть документально, какие будут законы приняты или еще что-то, так как я в этом не разбираюсь. Но я считаю, что особое внимание нужно уделить безопасности девушкам, которые работают, чтобы убрать все эти салоны, чтобы убрать сутенеров. Не те менеджеры, которые помогают в коммуникации между мужчиной и женщиной. То есть это немножко другая история. А есть сутенеры, которые вот прям, ну типа у них там вот салон, где там все собираются, какие-то условия жестокие там может быть у них есть. Вот это все нужно убрать. Девушка должна самостоятельно работать. Я за это. И плюс, конечно же, чтобы не было никакого штрафа, чтобы девушки чувствовали себя безопасно. В каком офисе ты бы работала, если бы тебе платили столько же, сколько сейчас ты имеешь в эскорте? Если мы выберем какую-то профессию или работу, то, конечно же, это иметь свое дело, заниматься каким-то бизнесом. Я бы очень хотела быть психологом, сексологом. Пока я общалась с людьми, поняла, что очень много моментов, которые не проработаны в них в плане сексуальном или даже просто какой-то психологической помощи. Мне бы хотелось им помочь как-то и иметь свой отель на берегу моря. Может ли хотеться секса вне работы просто с человеком, который понравился? Конечно, может. Часто мы ходим с девчонками куда-нибудь отдыхать, и там какой-нибудь симпатичный мальчик. Почему бы и нет? Если он мне понравился, я ему тоже. В этот момент я, кстати, могу не сказать, кто я такая специально. Может быть, когда-нибудь он увидит меня и такой скажет, блин, это была Полина Вог, вот это да. Проявляют ли клиенты эмпатию, уважение или заинтересованы только в использовании женского тела? Конечно, они проявляют уважение, потому что это мои фанаты, так как они смотрят мой телеграм-канал. Как они могут ко мне по-другому относиться? Они просто душки, и я их обожаю. И другие мужчины даже, которые приходят ко мне и меня не знают, никто из них не приходит для того, чтобы просто потрахать и уйти. Расскажите, почему вы стали заниматься этой работой? С самого подросткового возраста я чувствовала себя очень сексуальной. Где-то в 20 лет я пошла работать в стриптиз-клуб, где работала стрипизершей, танцевала на шесте. У нас был там полный стрип, но никакого продолжения в плане секса. Там было очень красиво, так все классно. И как бы, возможно, вот эта вся энергия мужского внимания, она, конечно, меня тогда уже привлекала. Когда я уже приехала в Москву, то она мне стала интересна, эта история. Я услышала у девочек, которые работают в этой сфере, я начала штудировать каналы эскортниц, которые рассказывают, в принципе, то, как они ведут свою деятельность. Подумала, это интересно. К этому отнестись можно уже не просто как к работе, а прям как к бизнесу. И поэтому я решила, что я буду не просто работать, я буду строить свою историю как индивидуальный предприниматель. Есть ли у тебя близкие подруги, друзья не из эскорда? Остались ли с тобой общаться после того, как узнали, чем ты занимаешься? Да, у меня есть друзья. Не могу сказать, что они близкие, потому что самые близкие для меня это все-таки сестры, моя семья. Знакомые, с которыми просто потусоваться, просто пообщаться. Да, мы общаемся, ничего, в принципе, между нами не изменилось. Возможно ли иметь личные отношения при вашей профессии? Я не считаю, что возможно построить гармоничные отношения, имея много половых партнеров на работе. Даже если другого мужчину это бы возбуждало, ну, для меня это, наверное, неприемлемо. Можете ли вы выбирать своих клиентов и отказываться от тех, кто вам не ок? Конечно могу, потому что мы с ними переписываемся. Я веду переписки лично. Я, конечно, никогда не прошу прислать мне фото. Фото документов, пожалуйста, мне в студию. Когда мужчина ко мне приходит в гости, я его вижу, если мы с ним импонируем друг другу, то все прекрасно, мы остаемся. Если ему что-то не понравилось или мне что-то не понравилось, я, конечно же, могу ему сказать о том, что извини, как-то у нас с тобой общение не пойдет, там, по каким-либо причинам. Это не просто так, типа, ты мне не понравилась и выходи. Поведение его мне не понравилось, или он пьян, или, может быть, там, под чем-то, то тогда я попрошу его уйти. И был такой случай, когда парень пришел и начал вести себя неуважительно, хватать за волосы и даже меня укусил. Хотя я ему сказала, давай ты сейчас успокоишься, мы как бы, мы продолжим с тобой общаться, только, пожалуйста, давай без этого. Он такой, да-да-да, да-да, все. Но потом он снова продолжил, и мне пришлось вызвать охрану, и через минуту его уже вывели из моей квартиры. Делаете ли вы на работе то, что противоречит вашему желанию? На работе я делаю только то, что хочу. Чаще даже мужчины мне говорят, давай будем делать то, что ты хочешь. Мы с ним обоюдные желания выполняем друг друга. Мы никогда не будем делать друг другу то, что не хотим. Это в мою сторону, и в его сторону, соответственно, то же самое. Мы друг друга уважаем, несмотря на то, что он пришел и заплатил мне за секс, но он хочет сделать мне приятно, я хочу сделать ему приятно. Поэтому у нас взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения. Все мои услуги, все мои желания, то, что я могу позволить, прописаны в моей анкете. Можно там посмотреть, и, естественно, у меня нет никаких дополнительных функций по типу Копра ЗД, фистинг и прочее. Поэтому ко мне приходят за классикой и МБР. Классический секс и меня без резинки. Ну, еще анал есть. Плюс 50к. Пожелали бы вы такую профессию своей дочери или бабушке? Бабушке, конечно, это улыбнуло. Я не могу пожелать этой профессии, потому что каждый выбирает свою профессию самостоятельно. Если у меня будет дочь, и она такая, мам, я вот тоже хочу в эскорт, как и ты, но это твой выбор. Я как, я ей запрещу или я буду скрывать о том, что я была в этом, в этой профессии, в этой сфере? Нет, я не буду. Я ей расскажу максимально подробно все, что может с ней случиться. Что может быть вот так, вот так. Я ей не дам информацию. И она уже распорядится ей самостоятельно. Ну, прабабушку, как бы, не знаю, навряд ли ее возьмут. Вот, слишком старенькая. Какие опасности и издержки, последствия подводные камни и тяжестью вашей работы? Это небезопасно, это наказуемо законом. Но последствия, что тебя могут тут изнасиловать, могут быть причинены тебе какие-то действия, угнетающие твое моральное и физическое состояние. Ну, я думаю, это самое основное, что может быть. Ну вот, я закончила отвечать на вопросы. Какие-то действительно меня повеселили. Какие-то были очень жизненные, интересные. Я надеюсь, что вам было очень интересно посмотреть, послушать. И вы чуть больше приблизились к этой сфере эскорта, очень таинственной, закрытой. И захотите, возможно, узнать еще побольше? Тогда пишите, и снова я буду отвечать на ваши вопросы. Вы смотрели? Спроси и сохрани. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!